Здарова, дружище, сегодня мы посмотрим с тобой Закатуна, хорошо, в деревне летом. В деревне летом я не жил, но хотел и хочу. Рано или поздно я поживу, возможно, я к тебе на деревню нагряну когда-нибудь у тебя поживу. А пока давай посмотрим. Я бракованный, но в отличие от многих ровесников, я и деревня вообще несовместимы. Все мои бабушки и дедушки всегда жили в городе, так что печное отопление и подъем с первыми петухами мне были незнакомы. До тех пор, пока я не встретил ее, свою жену. Да, в супруге я взял ту самую, что коня на скаку остановит и в избу горящую войдет. Для тех, кто не понял, родилась она и выросла в деревне. Казалось бы, и что тут такого, сейчас же мы в городе живем. Но, возможно, вы забыли про один маленький факт. У нее тоже есть родители. И они, как вы поняли, продолжают жить в деревне. Вот и получается, что сельская жизнь настигла меня только ближе к 25 годам. А началось все со знакомства. Наслушавшись историй о деревнях и ее жителях, нашу встречу с родителями я представлял как-то так. Ну, оказалось, не все так страшно. Люди они добрые, простые, но с суровым нравом. Еще бы, ведь убийство для них это обычное дело. Может вам мясо домой дать? Котлетки накрутите? В принципе, можно. Почему бы и нет? Хорошо, тогда завтра с утра пойдем быка колоть. Только крепко его держи. Дядь Ваня, он давича пару робер сломал. Просто мимо проходил. Но ты, я вижу, парень крепкий. Спокойной ночи. Я передумал, не поеду в деревню. Мне будет жалко животных. Видимо, я уже не уснул. Вообще, я вряд ли смог бы нормально функционировать в деревне. Там в буквальном смысле слова каждое утро кого-нибудь убивают. Выходишь такой на крыльцо, а мимо тебя курица без головы пробегает. Смотришь в другую сторону, там мужики с ножами идут корову кому-нибудь закалывать. Забегаешь в дом, а там мужики... Бля, так это получается правда, да? То есть правда деревенские такие жесткие? Желовки, переполненные крысами, в мусорку выкидывают. Я вообще для этого не приспособлен. В общем, не жизнь, а сказка. Для живодера. Да, я понимаю, что это немного лицемерно, ведь котлетки и курочка-гриль нам всем нравится, но когда своими глазами видишь, как оно добывается, на пару недель пропадает желание есть мясо. Да что там мясо, даже яйца и молоко просто так... Сразу живым так, ам, вкусно. Не получишь, их нужно заработать. С яйцами попроще, создаешь благоприятную атмосферу для курочек, нанимаешь им охрану и в своё время собирай урожай. А вот для молока нужно каждый день трогать корову. Но что я всё о еде, поговорим лучше о том, куда она попадает после нас. Деревенский туалет. О да, это сосредоточение зла и всех видов насекомых. Дискомфорт, который испытываешь, находясь в нём, можно сравнить только... Да не с чем его сравнивать. У всех, конечно, они разные, и бывают даже туалеты бизнес-класса. Но те, в которых мне чаще всего доводилось бывать, просто ужасны. Сильная вонь, ноги упираются в дверцу, это если повезло, там можно сидеть. А насекомые, какого чёрта им по приколу эта атмосфера? Про зиму я вообще молчу, можно качку примернуть, если плохо подготовился. Да, нельзя просто так взять и сходить в деревенский туалет, к этому нужно готовиться. За то, чего у деревни не отнять, так это свежий воздух и единение с природой. А, ну да. Только живёшь там говне, да? Ещё одна особенность местного населения — это суеверность. Слово фольклор для них не просто буквы. У каждого человека найдётся с полсотни страшных историй, слушая которые ты сам начинаешь верить во всякую чертащину. Пошёл я, значит, за коровами на поле. По тропе лесной вижу следы копыт. Да понял сразу, что не коровы то следы оставили. Уж больно маленькие и чистят. Будто кто на двух лапах прошёлся. Всякое слышал я про тот лес. Но сразу понял. Леший это! Ну ты, конечно, ссыкло. Вы только не подумайте, блага цивилизации в деревне тоже имеются. И телевизоры у всех, и мобилки разной степени крутизны. И даже интернет иногда ловит. На берёзе. В два часа дня. Но для деревенских это не главное. Поводы попантоваться тут другие. У кого-то трактор новее. У кого-то скотина плодовитий. А кто-то может выпить три бутылки водки залпом и не умереть. Да, пьют там всё. И практически все. Встретить хоть одного трезвого мужика в деревне в пятницу вечером это большая удача. Чё-то там вообще делать не получается. Да, в принципе, что там ещё делать? Понятно. Это молодёжь ещё может на дискотеку сходить, а старики... Кстати, дискотека, ух, это вообще тема для отдельного ролика. Скажу лишь одно. Если на ней пострадало меньше четырёх человек, значит праздник не удался. В общем, весело там. Но, как говорится, хорошо там, где нас нет. Всё познаётся в сравнении. И многим просто не хочется переезжать в город. А смотря на современных городских представителей, начинаешь понимать почему. Ну да, но я б не хотел в деревне. Сам я до мозга костейга... Не знаю, мне нравится город. Мне прям нравится город, я б не хотел жить в деревне. Расскажите, точнее, я не против жить в своём доме, но без скотины, со скоростным интернетом и санузлом, который находится в доме. Но так как деревня теперь стала частичкой моей жизни, придётся с этим мириться и привыкать к тяжёлому физическому труду, постоянно грязной обуви и... Там тёлка вот-вот разродится! Ночью роды принимаем! Не забудь перчатки подлиннее одеть! Что? Ну это интересно. Да, это вот прям буквально совсем недавно с друзьями говорил о том, что было бы круто поехать в деревню в деревню пожить. Бам, видос, я не знаю, будто меня подслушивают. За коту, ну тебя что? Тут какие-то жучки стоят, какого хрена? Но вообще это очень круто. Мне очень понравилось это, прям приятно это смотреть было. Ну а надеюсь, тебе тоже понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока на этом всё, да? Всем пока, до скорого, удачи!